Коллеги, сегодня в ночь произошла трагедия в Охотском море на трауле Дальний Восток. Погибли люди и наши граждане, и граждане иностранных государств, которые там работали. Давайте почтим их память. Владимир Андреевич, проинформируйте о ситуации, которая связана с этим трагическим происшествием в Охотском море, о тех мерах, которые принимаются для поиска пропавших без вести, для поддержки всех пострадавших, ну и вообще о том, что происходило. Владимир Андреевич, уважаемые коллеги, в 23.35, 1 апреля, в акватории Охотского моря, 300 километров южнее города Магадан, в короткие сроки затонул большой автономный траулер «Морозильный», Дальний Восток, на борту находился экипаж общей численностью 132 человека, работали граждане Российской Федерации, 78 человек, и 54 граждане Республики Украина, Латвия, Вануату и Мьянма. В районе Лова работало 26 судов, оперативно была организована спасательная операция, и совместными усилиями было спасено 63 человека, в том числе 7 человек сейчас находятся в тяжелом состоянии, к сожалению, 54 человека погибло, их тела подняты, и 15 человек, пропавшие без вести. В России осуществляется крупномасштабная спасательная операция, работают все службы МЧС России, Министерство транспорта, Росрыболовство, Министерство здравоохранения и других федеральных структур, энергично работают все руководители Сахалинской области, Магаданской области и Приморского края. Мы провели заседание рабочей группы правительственной комиссии, ситуация находится под контролем, в том числе осуществляются меры по оказанию помощи и поддержки родным и близким погибших и пострадавших. Работы продолжаются. Доклад закончен. Хорошо, нужны все меры, которые возможны принять для того, чтобы спасательную операцию завершить. Что касается мер поддержки, помощи, то необходимо все решения, которые были приняты, довести до конца, находиться в взаимодействии с руководством Сахалинской области. Ну и в случае необходимости Министерство здравоохранения Российской Федерации и другие федеральные структуры к этому подключаться, для того, чтобы помочь тем, кто пострадал в лечении и в решении других задач. Есть. Договорились. Теперь к другим вопросам. Во вторник президент подписал указ о создании Федерального агентства по делам национальности. Сегодня я подписал распоряжение о назначении руководителем агентства Игоря Вячеславовича Баринова. Я хотел бы от имени членов правительства, потому что это орган исполнительной власти, который находится под правительством, пожелать успехов Игорю Вячеславовичу в его новой ответственной работе. Надеюсь, что все члены правительства окажут необходимую помощь и в создании новой структуры, и, естественно, в укомплектовании её кадрами, а также в решении основных задач. Ведомство, как известно, входит в структуру правительства, будет координировать вопросы национальной политики. Думаю, никому не нужно объяснять, насколько это сложная и тонкая сфера, особенно для нашей многонациональной страны. Агентство будет, в частности, заниматься предупреждением и решением межэтнических конфликтов и других задач. Поручаю Министерству культуры, Министерству юстиции передать агентству по делам национальности часть своих полномочий, которые касаются вопросов национальной политики. Ну а аппарату правительства нужно будет решить все организационные вопросы, связанные с созданием новой структуры, разработать положение в федеральном агентстве, установить предельную численность сотрудников. Штат ведомства, как мы и договаривались, должен быть компактным. Работу эту нужно проделать в максимально короткие сроки, чтобы орган приступил к реальной деятельности в ближайшее время. Теперь ещё несколько вопросов. Я подписал ряд поручений по итогам нашего обсуждения на правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Калининградской области. Она была комиссия 24 марта. Часть поручений уже вышла. Ну, там, во-первых, Минтрансу, Минэкономразвитие, Минфину, Федеральной службе по тарифам, Росграницы, нужно будет представить правительству предложения, которые должны сделать железнодорожное сообщение, авиасообщение более доступным для калининградцев и для жителей всей страны. Нужно это сделать, несмотря на то, что у нас не самая лёгкая ситуация сегодня. Во-вторых, надо разработать новые меры по поддержке научно-образовательных проектов, развитию туристической инфраструктуры. Калининградская область одна из наших особенных, в то же время очень красивая, с богатой историей, культурой, уникальной природой. И нужно сделать всё, чтобы там была создана комфортная среда для туризма, для того, чтобы были построены современные отели, разработаны новые туристические маршруты, создавались молодёжные лагеря, этим должно заняться Минкультура, Минтранс и Миноборнауки. Ну и, наконец, хотел бы обратиться ко всем присутствующим. Нам, естественно, нельзя относиться к Калининградской области как к обычному региону в силу его особого положения. Этот субъект Федерации всегда будет именно таким, какой он есть, ввиду географического положения Калининградской области и стратегического положения Калининградской области. Это должны учитывать все. Поэтому поручаю министерствам, которые занимаются вопросами социально-экономического развития, включая все отраслевые министерства, в части своей компетенции, с учётом предложений областных властей, разработать планы по социально-экономическому развитию Калининградской области. Это касается всех министерств. По этим планам нужно будет отчитаться мне лично. Кроме того, подписано постановление правительства о предоставлении регионам субсидий на обновление парка общественного транспорта. Речь идёт о приобретении троллейбусов, трамвайных вагонов российского производства для того, чтобы менять старые изношенные машины на новые, что, конечно, сделает поездки более комфортными, оздоровит экологическую ситуацию. Решение это принято в рамках правительственного плана первоочередных мероприятий, направлено на то, чтобы загрузить заказами наши предприятия, автомобилестроения, транспортного машиностроения, поддержать смежные производства и сохранить рабочие места. Всего из федерального бюджета выделяется более полумиллиарда рублей. Они должны быть потрачены с толком. Несколько слов о повестке дня. Сегодня мы рассмотрим изменения в закон о таможенном регулировании. Эти изменения позволят нашим людям не совершать ошибок, связанных с покупкой иностранных товаров, которые нелегально оказались на территории нашей страны. Теперь каждый, у кого возникнут сомнения в происхождении товара, если захочется, что называется, сможет проверить, какие товары официально прошли через границу нашего государства. Сегодня довольно часто возникает ситуация, когда человек или организация, сами того не предполагая, приобретают иностранный товар, который попал на территорию нашей страны нелегально. Из-за этого они попадают в неблагоприятное положение, потому что ответственность за незаконный ВОЗ очень часто распространяется уже не только на правонарушителя, но переходит именно на такую организацию или на такого гражданина. В результате грозят им неприятности и всякие судебные разбирательства. Чтобы этого избежать, каждый желающий должен иметь возможность уточнить, прошёл ли товар все необходимые таможенные процедуры. Для этого будет достаточно направить письмо по почте в таможенную службу или сделать запрос через интернет, что ещё, естественно, быстрее. Обращение должно будет содержать сведения о номере декларации на товары, о наименовании страны происхождения, количестве, весе товара и так далее. И оно должно быть рассмотрено в достаточно короткие сроки. Ну и ещё одну тему обозначу. Понятно, что сейчас экономическое положение у нас не самое лёгкое. Тем не менее, необходимо заниматься темой здравоохранения, экономить на ней неправильно даже в нынешней ситуации. Мы регулярно принимаем меры по улучшению системы здравоохранения. Сегодня у нас в повестке дня распределение субсидий на госпрограмму развития здравоохранения. В этом году на соответствующие цели по этой субсидии предусмотрено более 2 миллиардов рублей. Эти деньги пойдут на софинансирование строительства и реконструкции шести объектов здравоохранения в целом ряде субъектов федерации. Это Алтай, Республика Алтай, Омская, Орловская область, Москва. Так что даже в этих условиях нам всё равно необходимо создавать новые объекты.